Мы решили для разнообразия одеться сегодня по летнему и с летним настроением ворваться в ваши дома. Говорим всем здравствуйте, рады приветствовать вас в программе «Терри магазина». До скорого, конечно же, до скорого осени мы отложили все зимние и осенние вещи, но мы не откладываем хорошие новости на завтра, на потом. Прямо сегодня мы уже готовы раскрыть вам о самых важных темах этого дня и подробнее о них вы узнаете в следующем анонсе. Поехали! Сегодня в телемагазине. Стали известны даты повторных экзаменов на степень бакалавра. Когда и в каких условиях пройдет тестирование, узнаете сегодня в телемагазине. Хотите обезопасить себя от укусов насекомых, не используя специальные средства с добавлением химии? Используйте эффективные народные рецепты, о которых мы расскажем вам совсем скоро. Горячее предложение для наших телезрителей. Миксер с вращающейся чашей «Джой» от «Делли Мана», которому для смешивания ингредиентов не нужна ваша помощь. Никогда не поздно осуществить свою мечту. История американца, который сумел получить высшее образование почти в 90 лет. Так, как раз начнем мы с новости об образовании. И вот окончание учебного года для многих учеников молдавских школ и гимназии выдалось на удивление удачным. Все итоговые экзамены и тесты были отменены, но повезло не всем. Да, действительно, около 3000 выпускников сейчас активно готовятся к повторной сдаче задолженностей. Письменные экзамены, в том числе на степень бакалавра, пройдут в июле. Со 2 по 7 июля выпускные экзамены напишут 250 гимназистов. Тестирование будет проводиться в специальных центрах во всех муниципиях и районах Молдовы. Экзамены на степень бакалавра назначены на период с 3 по 17 июля. Здесь зарегистрировано 2632 человека. Экзамены проведут в 22 центрах в Кагуйском и Камрадском районах, а также в муниципиях Кишинел, Бельце и Единце. Окончательные уже результаты после рассмотрения апелляции будут объявлены 26 июля. Дипломы бакалавра выпускники получат 27 числа. Мы хотим пожелать от всей души всем удачи, ну и движемся дальше. Придать лицу выразительность и сделать его контур четче можно с помощью бровей. Поэтому за ними всегда нужно ухаживать, не оставая при этом от модных тенденций. В сезоне 2020 года модницам придется отказаться от тонких бровей и татуажа в пользу естественности и природной густоты. Все секреты идеальных бровей у профессионалов узнавала наша коллега Юлия Сандусова. Придать лицу, Бельце и Единце. Бровей в 2020 году придется отказаться. Стилисты рекомендуют зачесывать брови вверх, как можно шире. А женщинам, которые густыми бровями наградила природа, отлично подойдет процедура ламинирования. Ламинирование рекомендуется только девушкам с густыми бровями. А микропигментация подойдет тем, у кого волоски редкие. Форма бровей существенно влияет на то, как будет выглядеть после процедуры лицо человека. Поэтому подбор правильных линий мастера сравнивают со сложными математическими задачами. Несмотря на модные веяния, такие широкие брови смогут носить не все девушки. Особенно они не подойдут тем, у кого узкий лоб. Сейчас в моде только прямые линии и четко очерченные брови. А вот популярный 10 лет назад татуаж пора навсегда оставить в прошлом. Мы рекомендуем новые техники татуажа. Это не татуировка, а микропигментация, которая проникает в кожу всего на 2 мм. Это позволяет нам избежать зеленых или синих пигментов. И даже если ваши брови повреждены некоторыми вредными процедурами, которые вы делали раньше, не расстраивайтесь. Мастера говорят, что вернуть естественные брови никогда не поздно. Нужно только время и желание. Мы даже рекомендуем регулярно пробовать хну и масла, которые стимулируют рост. Они действительно показывают эффект. Со временем масла, которые насыщают витаминами, стимулируют фуликул, и волос начинает расти. Я выбрала процедуру микропигментации, потому что мои брови были светлыми и довольно тонкими. Ламинирование я сделать не могла. Да, и ламинирование – это процедура, которую нужно повторять каждые 4 недели. А микропигментацию я делаю 1 раз в год, и если нужно, раз в полгода прихожу на коррекцию. Правильный подбор цвета, формы и нужных процедур может сделать только специалист. Стоимость услуг начинается от 400 леев. Далее в телемагазине. На месте военного бункера для подводных лодок открылся самый большой в мире музей цифрового искусства. О том, где он находится и как проходят первые выставки, расскажем совсем скоро. Не знаю почему, но именно сегодня мне очень хочется рассказать одну маленькую притчу. Я думаю, что на многих заинтересует. Бог слепил человека из глины, и остался у него небольшой неиспользованный кусочек. Что еще слепить тебе? Спросил Бог. Слепи мне счастье, попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. Это символичная притча о том, что все в этой жизни зависит от нас. Так что, давайте лепить счастье. Сегодня поговорим о искусстве. И искусстве лепить счастье. А у нас сегодня в гостях Евгений Абролоченко, художник-керамист, который расскажет об этом искусстве, о том, можно ли его познать, не обладая, может быть, даже большим талантом, как у меня. Как у тебя, да. Да, отсутствие таланта. Можно ли делать такую красоту, производить такие произведения искусства, только благодаря фантазии. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Огромное количество вот различных уже готовых вас, различных ваших поделок. Но хотелось бы для начала узнать вообще о специфике вашей работы. Художник-керамист. В чем специфика этой работы, чем она отличается от обычного мастера по керамике? Да, мне кажется, Анна вступление дала шикарное. Это и есть создание. Каждый художник создает свои произведения. Один в картинах, другой в танце, третий в поэзии. А керамист в керамике? Вот, наверное, в этом заключается. Может быть, коротко о том, какая это профессия, но очень длинная история, как это все пришло. То есть это не вчера, не сегодня вы этим занялись, а достаточно давно этим занимаетесь? Это у меня, моя история, да, на самом деле очень давно. Первый раз я попала вообще в глину, вляпалась. Мне было 5 лет, мои родители стали непосредственно связаны с производством гончарного глиняного дела, искусства. И я, как маленький ребенок, постоянно там крутилась. Вот оттуда началась моя дорога и длилась долго-долго-долго. Первая фигура из глины сделанную, помните? Боже, это были какие-то тарелочки, там что-то рисовал, и даже уже в 5 лет, наверное, это было очень хаотичное движение, порывы какие-то детской фантазии, наверное, больше. Как это переросло в профессию и в конкретные вещи? Потому что у каждого своя рука, у каждого свой подход, да, у каждого, ну там, свои, я не знаю, даже какие-то веяния, направления. Как у вас это сложилось? Да, ну, рассказывать очень долго, нам, к сожалению, не хватит эфирного времени на это, но скажу быстро, что в какой-то момент, около 30 лет, весь мой путь продолжался, я себя искала. А в 30 лет у меня случилась серьезная травма, и мне пришлось сесть на полгода, и в силу своего темперамента и характера я не могла просто... Просто я занималась сувениркой, искала себя, и это было очень такое, да, хаотично. А потом мне пришлось усесться, я уселась, и началось, вот, начались сначала розочки, потому что это требует такого... То есть мы требовали к тому, что было в детстве, непосредственно к ручному, вот такому прикладному труду, да? Да, как говорится, космос, Господь привел меня снова к тому, наверное, к чему я и должна была заниматься, и нечего было себя столько искать. Ну там сколько здесь розочек, либо вот так просто их делали, мне кажется, их так не сосчитать вообще. В этой вазе нет, но первые, конечно, я считала, и лепестки, и розы, и первая ваза делалась такая около 6 часов, сейчас это... Ну, 6 часов это, грубо говоря, но как бы розочки, лепесточки, не говоря о всем изделии. Вот, сейчас это, конечно, делается уже, как душа ведет, зовет, то есть это уже... А вы можете быстро рассказать о самом процессе, вот просто глина, это должно быть... Белая глина, правильно? Да, да, да. Белая глина. Дальше, что после глины? Вы что-то лепите? Да, я работаю с техникой литье, то есть это шликером, заливаю в гипсовые формы, потом дальше... Ну, что мне понятно, что ничего не говорит об этом, но это интересная какая-то техника, да? Да, 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 потом мы, значит, вытаскиваем из гипсовой формы это изделие и начинаем уже декорировать. Вы, если вы заметите, у нас на столе стоят 4 одинаковых формы, разно декорированные, и они абсолютно все разные. То есть тут уже включается фантазия и мастерство, наверное, ну, наверное, больше даже творческая такая порыва души. Женя, откуда вот эти цветочки, откуда эти бабочки, откуда эти синички? Это синички? Это снегири. Синички. Откуда эти снегири? То есть это... Как это все приходит? И кто те клиенты, которые покупают такую красоту? Я не знаю, буду ли я банально, оригинально, но я считаю, что нас окружает потрясающий мир. Просто большое счастье жить в этом мире и видеть, что вокруг. Это, наверное, отражается в моих работах, потому что на самом деле вдохновляет все. Просто нет такого. А снегири, почему снегири? Ну, они такие вкуснючие, они такие ягодные, такие классные. И вообще, я ни на кого не видела. Есть какая-то мечта, связанная с керамикой, сделать что-то такое, попасть к книгу рекордов Гиннеса? Или я не знаю, какая. Да, мечта у меня есть на самом деле. Я очень хочу, чтобы каждый человек соприкоснулся с этим творчеством, потому что это невероятное ощущение, это невероятное... По моторике, когда ты... Вот я просто хочу две секунды, пожалуйста, можно скажу? Если вы знаете каких-то керамистов, люди разных темпераментов, но ни один из них не дерганный, не нервный, ничего. Глина, она выбирает в себя все те эмоции, которые не должны быть в человеке. И все, она выбирает весь негатив, и это потрясающе. Вот я хочу, наверное, больше показать людям об этом, рассказать об этом. И это моя мечта, чтобы каждый мог соприкоснуться с этим и получить от этого то удовольствие, которое получаю я. Это, наверное, самое главное. Я знаю, что мечта имеет свое продолжение, и у вас даже школа, да? Да, мастер-класс есть. Ну, школа, наверное, это пока еще очень громко, хотя, наверное, когда-то я к этому приду. Ну, на самом деле, я долго-долго к этому шла, готовилась, наверное, ну, а сейчас, так как у нас у всех была небольшая пауза, и было время для глубокого погружения, я пришла к выводу, что я готова делиться. То есть я уже набрала какой-то опыт, который я могу, правда, принести, показать людям. И от этого получаю очень колоссальное удовольствие, на самом деле. Это непросто, но это очень здорово. И люди от меня, когда уходят, они всегда улыбаются. Одна мама недавно позвонила, говорит, Евгения, что вы сделали с моим ребенком? Я говорю, а что такое? Она говорит, она спит. Она пришла домой и спит. Утром звонит, она спит. Я говорю, я сказала, что Глина забирает то, что успокоит. Это как бы вот, ну, это очень классно. Это мастерство можно научить и ребенка, и уже взрослого, и пожилого человека. Это любого человека можно научить. Научите нас. Я вас приглашаю. Я вас приглашаю. Я вас приглашаю. Серьезно, маленький мой стрихой. Серьезно, тем более, у вас есть возможность сегодня поэкспериментировать. Сейчас мы достанем сифоночки, и вы расскажете, что это такое. Потому что я немного по-другому представлял сам процесс. Я думал, это гончарный круг. У меня такая рабочая, рабочая. Рабочая, сразу идет фильм «Призрак» с Дэмми Мур. Это «Патрика Суэйз», это тоже очень музыка. Да, 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 да. Доставайте там что есть. Что это такое? Это все очень классные инструменты. Так, здорово. Смотрите, вот это гипсовая форма, о которой я говорила чуть выше. Сюда мы заливаем шлигер. Книс, помогите, пожалуйста, снять резинку. Это жидкая глина. Так, просто снимаем. Да, любая, белая, красная, это жидкая глина. Открывайте потихонечку. А я тоже. Ай, вы сейчас. Да-да, посмотрите, какой Денис молодец. Он уже вылепил себе вазу. Представьте. Талантище, талантище. Не бойтесь, не бойтесь. Пока глина сырая, с нее можно слепить все, что... Ой, она еще и легкая. Она легкая, она очень тоненькая. Какая прелесть. А что, просто ставим, да? Да-да-да, можете поближе к себе. Мне вот это нравится все. Давайте, давайте, давайте. А теперь следующее. Жень, наверное, чтобы были посерединочки, чтобы... Да, давайте поменяемся местами, да? Да, давайте. Спасибо. Она мягкая, мы можем работать только с сырым изделием. С сухим изделием уже работать не может. А вот эти формочки, это волшебные формочки на наши бабочки. Это вот... Вот они, да. Так, Денис, это вам бабочка. Анна, это вам бабочка. Спасибо. Берем ножик. Берем ножик. Берем ножик. Владейте, пожалуйста. Спасибо большое. Открываем формочку. Открываем формочку. Видите, какая красота. Как приятно, как интересно. Вот у Дениса она сердцевая. Ее нужно чистить, замывать. У Анны она уже готова к использованию. Вот так, знаешь, как наперки. Кому что попало? Так, а что значит чистить и что значит... Вот я вам быстренько покажу. Вот мы снимаем эти шовчики. Я понимаю, что наноформу тоже нужно доделать. Все, потом это губочка. Я поняла, что нужно доделать, да? Да, да. Сейчас я сужу свое строительство, поэтому... Как раз, как раз. Мы сейчас все ремонтим. Да, теперь мы срезаем вот этот вот сзади хвостик. Любой стороной. Она достаточно мягкая, должна хорошо срезаться. Срезаем. Так. И делаем такой вот насечку. Называется насечка такой вот. Просто, да? Делаем насечку. А, это надо срезать, да? Да, да, да. Крюшок получается. Дальше. А теперь волшебство. Да. Это тот у нас, что вы думаете? Улетит? Белая глина. Белая глина, да. Белая глина. И что мы делаем? Прикрепляем. А теперь мы ее клеим на вазочку. Пожалуйста. Спасибо. А сейчас насечки сделано? Не стесняйтесь. Прижимайте. То есть мы в любой... Она хочет лететь вверх, хочет в сторону, да? Как вам угодно, да. Я хочу показать нашим телезрителям, чтобы они тоже участвовали в процессе. И посмотрели, да? На самом деле. Да, да. Выбирайте сами. Я хочу показать и формы, в которых жили эти бабочки, да, непосредственно. Вот, что это примерно вот оно вот было, да? То есть это специальные формы, которые... Это что закроете, да? Это белая глина. Жидкая белая глина. Ничем другим мы не можем заклеить глину глини. И вот отсюда вылетела бабочки. То есть их... Она... Одна... Ее надо как-то красить или это уже отдельный процесс, да? Это уже когда подсыхает изделие, мы его... Сейчас мы просто его декорируем. Я вам оставлю бабочки. Вам с Нисом Бучем заняться в свободное от работы время. То есть и большую бабочку... Можно какую угодно. Ой, как хорошо. Значит, смотрите, видите, вот жила-была бабочка. Летала без дома. Мы нашли красивую вазу. Делаем вот такие вот штуки. Хочу показать, да? Насечки. Насечки. Дальше берем белую глину. Да, давайте. Женя, я буду вторым учителем. Да, это, кстати, все возможно. Я шучу, на самом деле. Вот этим бы дети с удовольствием занимались. Настолько интересно, настолько необычно. Ой, я не ту бабочку взяла. Это необходимо только глину и сем, а я хотела, чтобы у нее... Они бывают разные, смотрите. Жень, это вы сначала все сами создаете, так я понимаю, да? Да, 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 потому что здесь, видите, оно течет аккуратненько. Итак, Евгения, вот у нас уже в таком вот состоянии находится вот этот кувшенчик. Что дальше? Что с ним будет происходить? Мы можем его декорировать, делать на нем какие-то прорези, там всякие дырочки, если мы это хотим делать, да? То есть мы можем тут украшать его травкой какой-нибудь там, ну не знаю. Это уже есть, да, конечно, конечно. Просто нам нужна водичка, чтобы делать красивые дырочки. А, вот мы уже просто срезаем. Да, 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 вы можете делать свой узор. А я хочу вернуться к вашему мастер-классу, который вы стали сейчас вести, да? Да, скажите, пожалуйста, как долго он длится? Кто обычно, те люди, которые к вам приходят, есть там какие-то возрастные группы? Ну или вот поскольку человек это все происходит? Ну, так как сегодняшняя ситуация нам не позволяет, большие мастер-классы и большие группы, то есть у меня есть однодневный, то есть курс это... Это целый день, да? Да, это нет, это три часа. Я готовлю просто все к тому, чтобы... В основном это детки, от 10 до 16 лет, то есть по 2-3 человека в максимум. То есть все меры мы предосторожности обязательно соблюдаем. Вот, но есть у меня и более длительный курс, то есть, но честно могу сказать, кто приходит на длительный, остается надолго. Никто не может уйти. То есть после одного обжига, а еще что-то, а можно еще что-то? Это очень здорово, это захватывает и как бы занимаемся... Ну, это уже взрослые, конечно, девушки от 25 и дальше, без ограничений. Скажите, вот с 10 лет ребенок, если начнет заниматься этим, это может перевести в какую-то профессию даже? Насколько это востребовано вообще по миру? Или это все индивидуально? Вы знаете, Анна, во-первых, это индивидуально от самого ребенка зависит, потому что все-таки какая-то маломальская усидчивость должна быть. Но тут тоже, как педагог преподнесет, наверное, в любой школе, если педагог интересный сам для себя, он интересен детям, и ребенка это захватывает. Если нет, то тут уже, ну, как бы что он мне говорит. Я смотрю, я не вспомнился, я настолько увлекся. Улетел со своей бабочкой. Это на самом деле невозможно. Продюсер программы дает идеи, что можно еще нарисовать, а я не слушаю продюсера, то, что мне вот в голову приходит, Я пытался солнышко, я пытался солнышко только что воспроизвести. Конечно, у меня не очень хорошо получилось. Я не знаю, как вы делаете эти прорези, эти дырочки, эти же бабочки. Я обо всем этом расскажу вам на мастер-классе. Приходите обязательно. Спасибо, спасибо большое. Все секреты, все секреты вам открою. Как говорит моя одна знакомая, которая пришла, мы уже познакомились, подружились, она говорит, как вот обычно все люди стараются сохранить свои секреты для того, чтобы быть индивидуальными. Я считаю, что, ну, я для себя считаю, для меня это неправильно. Я, наоборот, хочу отдать все, если вы можете это делать, если вы сможете так же, как я, работать, я буду только рада принять вас в свою семью. Ну что, дорогие друзья, мы очень надеемся, что и в вашей семье поселится интересное занятие, хобби, и мы благодарим за удивительную беседу Евгению, за красивый мастер-класс, и желаем реализовать все твои мечты. Благодарю, и мне было с вами очень приятно. Спасибо большое за хорошее, позитивное время. Ну что, дорогие друзья, мы движемся дальше. Нужно сказать, что большую часть времени летом мы проводим на свежем воздухе. К сожалению, это не только солнечные ванны и красивые загарные постоянные укусы насекомых, чаще всего комаров. Как следствие, некрасивые следы на коже, зод и аллергии. Производители специальной косметики, которая якобы отпугивает насекомых, обещают стопроцентный эффект. Но это не всегда правда. Кроме того, спреи и крема могут содержать вредные химические вещества и быть опасными, особенно для детей. В нашем следующем сюжете мы расскажем вам, как заставить насекомых держаться от вас подальше с помощью проверенных народных методов. Комары, мухи и мотыльки не переносят сильный запах лаванды. Если вы живете в доме, высадите кусты этого растения под своими окнами. Или выращивайте лаванду в цветочных горшках на балконе в вашей многоэтажке. Комаров привлекает вода, а вот прогнать насекомых из вашего дома поможет ветер. Включите вентилятор в своей комнате, и несколько часов отдыха вам обеспечены. Старайтесь есть как можно больше чеснока. Его масло после переваривания выделяется через все поры на вашем теле. Это создает естественный барьер между кожей и комарами. Укусы комаров можно сделать менее болезненными или даже вылечить народными способами. К месту укуса сразу нужно прикладывать лед. Это вызовет местную анестезию нервов, которые отвечают за ощущение зуда. Также в дерматологии широко используется масло чайного дерева. Оно обладает сильным антибактериальным и противовирусным действием и помогает предотвращать заражение. Для лечения комариных укосов хорошо подходит и жидкий мед. Нанесите его на ранку ватным тампоном и заклейте пластырем. Хороший эффект также может оказывать смесь пищевой соды, воды и сока лимона. Наносить такую мазь нужно прямо на поврежденные места. Продолжаем нашу программу. Еще одна новость, которая лично меня очень удивила. Знаменитый журнал Playboy воссоздает обложки изданий 1988 по 1990 годы. Результат впечатляет. Женщины, которые были моделями 30 лет назад, демонстрируют, что красота вне времени. Поклонники журнала вскоре смогут снова увидеть на его обложке экс-супругу основателя Playboy Кимберли, Конрад Хефтнер, Шарлотту Кэмп и Рене Теннисон. Любимые сотнями мужчин-женщины, которые были на пике популярности 30 лет назад, докажут всем, что возраст — это всего лишь цифра. Они будут позировать в одинаковых откровенных нарядах, принимая те же раскованные позы, что и десятки лет назад. Авторы идей утверждают, что смелость моделей, которым уже больше 50, смогут вдохновить многих женщин и заставить их поверить в свою сексуальность вне зависимости от возраста. Какой приятный пример. Пример всем женщинам, что действительно нужно никогда не поздно быть молодой, привлекательной, красивой и неповторимой, и необходимо ухаживать за собой. Вот и все. Никогда не поздно осуществить свою мечту о высшем образовании. Это доказал американец, который недавно стал выпускником университета Святого Иоанна в Бруклине. Сейчас мужчине 88 лет. Он бросил колледж 60 лет назад, чтобы зарабатывать на жизнь, а в старости решил вернуться и получить заветный диплом выпускника. Из-за пандемии коронавируса в эту пришлось наблюдать церемонию своего выпуска из университета на экране планшета. Но на ощущение это не повлияло. Мужчины рассказывали, что пережил один из самых важных моментов в своей жизни, а теперь может наслаждаться старостью с чистой совестью. Удивительные истории. Но о других новостях мы обязательно вам расскажем сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова